МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. У нас уже большая часть договорных отношений с предпринимателями, которые осуществляют деятельность на ярмарке северной, подписаны. К северному рынку быть. Слухи о закрытии ярмарки оказались фейком. Дети покупают петарды в самых дешевых местах. Самые дешевые места торгуют, как правило, контрафактом. В зоне риска. Межведомственная комиссия в преддверии новогодних праздников посещает семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Не платить налоги оказывается невыгодно, потому что это влечет за собой ряд последствий. Заплати налоги и спи спокойно. О последствиях для должников в эксклюзивном интервью с заместителем начальника налоговой инспекции. И начнем с главного. В почтовом отделении хутора «Вестник» завершили ремонт крыши. Во время рабочего объезда Первомайского сельского округа Юрий Поляков сделал несколько замечаний. Как были выполнены поручения главы Анапы, проверила наша съемочная группа. Глава Анапы дважды приезжал в хутор «Вестник». После его летнего визита фасад почты отремонтировали, сделали водостоки и удобные подходы к зданию. Во время второй рабочей поездки Юрия Полякова с просьбой отремонтировать крышу к нему обратились местные жители. Вода во время дождей затекала в помещении. В здании скапливалась сырость. Глава принял решение на месте ситуацию исправить в самые короткие сроки. В первую очередь дверь входную, потому что она, гляньте, она все время у них открыта. Она будет новая. Не натопится. Будет новая, отлично. И напомните, по шиферу займемся шифером, хоть эту часть надо заменить. А там надо вообще посчитать, сколько всего надо и заменить весь. Там протекал возле самого фонаря лампа освещения. Это было очень опасно. Я это говорила неоднократно. Но когда он приехал, я ему показала, и он это увидел. И тут же была дана команда, и сразу же стали делать. Я очень благодарна Юрию Федоровичу. Он единственный мэр, который к нам приезжает, смотрит и вникает в наши проблемы. Здание почты обогревается печным отоплением. По поручению главы города-курорта был отремонтирован и дымоход. Вскоре в отделении будет заменена входная дверь. Замера уже сделана, на днях ее привезут из мастерской. А это улица Кубанская. О том, что ей необходим ямочный ремонт, главе сообщили местные жители во время личного приема. После недавней рабочей поездки Юрия Полякова, дорогу отсыпали щебнем не только в наиболее проблемных местах, а полностью обновили. Были просьбы населения подремонтировать дорогу. Юрий Федорович проехал и решил, что нужно не в ямочном, а более так, скажем, текущий ремонт привезти, не капитальный. Выделили щебень со 150 кубов. Мы доставили, разровняли сами. Основные такие, где большие были просевы, просевы и ямы засыпали. Еще одно замечание – строительный мусор, который местный житель вываливал прямо на муниципальную землю. На виновника составили несколько протоколов за нарушение, а саму свалку убрали. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. Слухи о скором закрытии северного рынка, которые распространялись в соцсетях, оказались несоответствующими действительности. Постановление о продлении работы ярмарки в следующем году уже подписано. Об этом нам рассказал заместитель главы Анапы Эдуард Балмашев. На сегодняшний день ярмарка закрываться не будет. Она будет продолжать свою деятельность. На ней все нормально. Есть предприниматели, которые довольны работой и директора рынка, и муниципальным образованием. Все будет в порядке. У нас подписано постановление на следующий год, на 2019, так как это ярмарка. Она у нас действует один год постановления. Его подписали. Ярмарка будет работать. На сегодняшний момент у нас уже большая часть договорных отношений с предпринимателями, которые осуществляют деятельность на ярмарке северной, подписаны. Сейчас работа ведется активно, потому что конец года. Сейчас все предприниматели приходят. Мы подписываем, продолжаем наши договорные отношения. Сотрудники МЧС, Центра занятости, Управления образованием и других служб города продолжают посещать семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Их главная цель – профилактика пожаров в преддверии новогодних праздников. Об итогах сегодняшнего рейда, а также о том, где лучше покупать фейерверки в материале наших корреспондентов. Дети покупают петарды в самых дешевых местах. Эти самые дешевые места торгуют, как правило, контрафактом. Сил ни у полиции, ни у нас не хватает все эти точки сбыта, так сказать, перекрытия. Детям продажа несовершеннолетним вообще запрещена. И очень часто взрываются и в руках. Чаще всего такие случаи происходят в новогодние праздники. Несоблюдение простых правил безопасности может привести к серьезным последствиям. Однако не только петарды и бенгальские огни могут нанести вред здоровью. Включены гирлянды и фонарики, оставленные на ночь – еще одна причина пожаров. Загораются электроприборы за долю секунды из-за неисправности проводки или самой техники. Все это проводится с единственной целью – не допустить пожары, не омрачить новогодние рождественские праздники, не допустить детской гибели и травмирования. Еще один источник пожара – отопительные приборы. Во время похолодания их нередко переносят из гаражей в квартиру. Техника портится и может подвести в самый неподходящий момент. Специалисты пожарной инспекции проводят с семьями разъяснительные беседы, указывают на недостатки в доме и подсказывают, как их исправить. По поводу Нового года. Вы живете в частном секторе, здесь у вас есть двор, кровли, куда могут залететь все пиротехнические средства. Ну и на верхних этажах, там, не знаю, это ваше, не ваше. И под крышу могут залететь. Вот в 12 часов Нового года рекомендуется выйти там на 5 минут долго, у нас не стреляют, но 15, все равно посмотреть и заодно обойти территорию, когда все это закончится. Рейдовая группа начала свою работу три недели назад. За месяц комиссия посетит порядка 90 семей. В то же время специалисты ежедневно работают и в сельских округах. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Срок уплаты имущественных налогов истек. Селянопчане заплатили их вовремя и какие последствия грозят должникам? В эксклюзивном интервью рассказала заместитель начальника инспекции Федеральной налоговой службы России по городу-курорту Анапа Наталья Ковальская. Наталья Леонидовна, здравствуйте. Добрый день. Сегодня хотелось бы поговорить на такую тему. Срок уплаты имущественных налогов за прошлый год истек чуть более двух недель назад, 3 декабря. Все ли анапчане успели оплатить имущественные налоги? Вы знаете, к большому нашему сожалению, не все анапчане успели оплатить налоги. По имеющейся у нас информации по поступлениям на 13 декабря, собираемость налогов составила по отношению к исчисленным в этом году за прошлый год налогам 83%. На сегодняшний день задолженность составляет по имущественным налогам 329 миллионов, оплачена же плательщиками 470 миллионов в текущем году. Скажите, а какие способы оплаты налогов существуют на сегодняшний день? На сегодняшний день у нас очень много электронных сервисов, позволяющих оплатить налоги вообще не выходя из дома. Это сайт госуслуг, на котором можно просмотреть свою задолженность и оплатить ее онлайн. Это Сбербанк онлайн, в случае если плательщик получает квитанции на бумажном носителе. Но в этом году мы заметили, что наибольшим спросом пользуется личный кабинет налогоплательщика. Если кто-то не успел, не смог заплатить налоги вовремя, какие последствия могут грозить должникам? Неуплата налогов должниками в установленный срок влечет за собой ряд последствий. В первую очередь это начисляются пени на задолженность после срока уплаты налогов. После истечения срока уплаты, установленного в требованиях, налоговым органам будут сформированы заявления о вынесении судебного приказа на взыскание за счет имущества должника из банковских счетов. При этом после получения судебных приказов из судов, они будут направлены в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания. Судебные приставы в рамках обеспечения взыскания этой задолженности накладывают арест на имущество должника. Судебный приказ может быть направлен работодателю по месту работы для взыскания заработной платы. Совместно с судебными приставами из ГИБДД налоговыми органами регулярно проводятся рейдовые мероприятия на дорогах края. По розыску плательщиков, вручению им информации о задолженности, при этом если попадется должник в такой ситуации, то судебные приставы могут тут же арестовать его автомобиль для дальнейшей его реализации и погашения задолженности. Людям, активно путешествующим и собирающимся в отпуск, не стоит забывать о том, что судебные приставы должникам с задолженностью свыше 10 тысяч выносят постановление о запрете на выезд за пределы Российской Федерации. Таким образом, подводя итоги всего сказанного, можно сказать, что не платить налоги оказывается невыгодно, потому что это влечет за собой ряд последствий. И мы все-таки надеемся на то, что граждане нашего города и района до Нового года погасят свои долги. Наталья Леонидовна, спасибо вам за этот конструктивный диалог, нужные сведения для анапчан. И поздравляем вас с наступающими праздниками. Новый год на пороге. В предпраздничных лопатах важно уделить время поиску подарков. Текстильные товары – классика жанра для презентов родным и близким. Где приобрести качественные и по доступным ценам в следующем сюжете. Текстиль для курорта и быта открылся недавно и уже завоевал признание покупателей. Причем у магазина много предложений как для сотрудничества с предприятиями гостиничной отрасли, так и товары для уюта в доме. Соргимент очень богатый, очень разнообразный. Можно выбрать все по желанию. И маленьким, и секрови там можно, и ребенку. Огромный выбор полотенец, одеял, подушек можно найти здесь. В том числе с натуральными наполнителями. Бамбуковые, с гречкой, которые более полезны для организма, чем синтетические. Актуальные предложения и для гостиничного бизнеса, и для домашнего использования. На матрасники гипоаллергенные и водонепроницаемые, которые значительно увеличат срок службы матраса. Для домашнего уюта большой ассортимент пледов, всевозможных фактур и расцветок. А скатерти также на любой вкус – для будней и для праздничного стола. Особого внимания заслуживает огромный выбор постельного белья российских и белорусских производителей. При этом цены более чем приемлемые. Сатин и бязь, поплины, полисатин – бюджетные и более дорогие. Качественные хлопчатобумажные комплекты для детских садов, для подростков, немало интересных расцветок. В магазине текстиль для курорта и быта можно заказать и индивидуальный пошив. Мы сьем постельное белье по индивидуальному заказу. Изготавливаем простыни на резинках, нестандартные размеры. Покупатель сам может выбрать материал, ткани, с которой будут изготавливаться, и фасон. А также делаем вышивку на скатертих, на полотенцах. Подарочные наборы постельного белья и полотенец, качественные и в красивом оформлении – также отличные идеи для презента. Для постоянных покупателей и при крупных заказах действует система скидок и специальные предложения для предприятий гостиничного бизнеса. За лучшими подарками к Новому году магазин текстиль для курорта и быта приглашает по адресу Анапа, улица Новороссийская, 26, заезд с улицы Ивана Голубца. Время работы ежедневно с 10 до 18 часов. Телефон для информации 8-918-449-0099. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь», Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok